Почему вообще у нас сейчас так много нападений вдруг стал? Я помню года, когда там до 77 укусов в год было. Что при этом чувствует сам человек? Могут и не увидеть, кто их укусил на самом деле. Единственное, что я не мог дать о себе знать о том, что я живой. Реакция молниеносная, укус незаметен. Какие случаи вам встречались в практике? Процентов 25-30 пациентов проходит через реанимацию. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. «Осторожно, змеи» назвали мы наш выпуск сегодня в Татарстане. Только на прошлой неделе произошло сразу три нападения змей на людей. И последствия разные. Почему рептилии вдруг активизировались? Как себя вести, чтобы встреча со змеей не состоялась? И как оказать себе и близким правильную первую помощь, если это все-таки случилось? Вот во всем этом будем беседовать прямо сейчас с гостями в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет главный токсиколог Минздрава Татарстана Алья Рустамовна Насибулина. Здравствуйте. И кандидат биологических наук, директор Волжско-Камского заповедника Алексей Владеленович Павлов. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. А как вы поведете себя при встрече со змеей? Спросили мы у вас сегодня в нашем опросе. Наводите камеру смартфона на QR-код в углу экрана и голосуйте. А кроме того, делитесь своими историями в прямом эфире по номерам 511-99-66 для Казани и 8800-532-55 бесплатный номер для регионов. Ну что, на прошлой неделе у нас произошло сразу два нападения на детей в разных районах республики. Давайте мы сейчас посмотрим с вами небольшой фрагмент репортажа на эту тему. Обязательно обсудим с вами. Случай в Альметьевском районе оказался из рядовых. Подросток заметил змею, когда она уже впилась ему в пятку. Мальчика экстренно доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии, поэтому сразу же был отправлен в реанимацию. И спустя несколько дней практически идентичный случай произошел в Татарстане. На этот раз пострадала девочка. Ребенок поступил в состояние средней степени тяжести. Состояние было стабильное. Укус тоже в нижней конечности, как и в ситуации с Альметьевском. Но укус был перенесен намного легче. Тут ситуация стабилизирована. Возвратное состояние на данный момент ребенок. Начинает отключаться дикция, закрываться веки. Могу сказать, что сознание полностью сохраняется. Но единственное, что я не мог дать о себе знать, о том, что я живой, что ли, я не знаю. Слышал разговоры врачей, но не мог подать никаких сигналов. Так рассказывает пациент Казанской больницы свои впечатления после укуса. Правда, напала на него не гадюка, а зеленая мамба. При этом своя же собственная любимица. Даже с такой проблемой врачи 7-й горбольницы справились, несмотря на отсутствие сыворотки. Так что жителям республики можно не переживать. Наши врачи готовы к любому повороту событий. Вот про эту удивительную историю с зеленой мамбой мы еще обязательно сегодня поговорим. Сейчас хочу спросить, как сейчас себя чувствуют дети? В каком они состоянии? Да, пациент, который в Альметьевске, его перевели на вторые сутки после происшествия из реанимации в отделении педиатрии. На данный момент состояние стабильное. Дальше продолжаем также лечение. Отек уже спадает, хотя поднялся практически до бедра. Девочка в ДРКБ также стабильная, ближе к удовлетворительному состоянию в отделении педиатрии. Почему вообще у нас сейчас так много нападений? Вдруг стал, ну на прошлой неделе только три штуки, да, целые. Это вот змеи нападают почему? Это какая-то самозащита, испуг или в чем дело? Какой-то приступ агрессии? Ну я бы не стал так ставить вопрос, что это змеи нападают. Змеи – это полезные существа нашей фауны. И это не такое большое количество нападений. Я помню года, когда там до 77 укусов в год было на территории нашей республики. По-моему, в 2005 году. Три-четыре нападения – это, я считаю, достаточно, так скажем, низкое количество. Потом, что можно сказать еще? Активность змеи, она, в принципе, начинается с самой ранней весны, как только они выходят из зимних убежищ и продолжается, соответственно, до тех пор, пока они уходят на зимовку. Ну вот мы знаем, что сейчас все начался, как будто бы змеиный период таких свадеб. Вот посмотрите, как это выглядит приблизительно. Что здесь происходит и действительно ли он уже начался? Ну он уже закончился, надо сказать, потому что размножение у них происходит практически где-то в течение двух-трех недель после выхода из зимних убежищ. То есть это где-то вторая половина, начало вторая половина мая, первая половина июня, ну в зависимости от погоды. То есть чем теплее весна, тем они раньше начинают спариваться, так называемые змеиные свадьбы. Потом они расползаются и, собственно, остаются в тех местах до конца, уже сезон активности до конца осени. И потом уже происходит осенняя миграция к местам зимовок. Сейчас вот у нас погода, поскольку у нас змеи хладнокровные животные, и их активность зависит от температуры в основном, ну и от влаженности тоже, от солнечного освещения. Поскольку у нас сейчас дождливое лето, относительно дождливое лето, можно сказать, они, видимо, выбирают те места открытые, где получают достаточное количество солнечной энергии. Им это необходимо для того, чтобы быть активными для охоты, и для того, чтобы находить добычу, переваривать пищу. Все это связано с температурой. Ну вот в ночное время температура низкая относительно, они могут оцепеневать. А если человек поутру идет и случайно, скажем, приближается к ней, змея, как правило, если она в хорошей форме, в активном состоянии, она скрывается быстренько, человек ее даже не замечает, как правило. Но вот в таких случаях, когда температура низкая, он может к ней подойти близко, и она, реагируя на его пришутствие, может просто чисто автоматически на автомате укусить, не напасть. А вот очень интересно, что при этом чувствует сам человек. То есть что говорят пациенты? Это какая-то боль, это отек, это спазм. Какие ощущения у пациентов? Ну, изначально они чувствуют распирающую боль в момент укуса. Могут и не увидеть, кто их укусил на самом деле. Потом распирающую боль, нарастающий отек, увеличение температуры вместо укуса и при подъеме отека, и изменение окраски. Он такой характерный, очень багрово-синюшного оттенка, когда уже определенное время прошло. То есть чаще всего к нам приезжают на 3-4 час от момента укуса. То есть приходит понимание лишь тогда? Некоторые бывают на природе, за городом, и они не могут быстро приехать в больницу, поэтому временной промежуток достаточно серьезный у нас от момента укуса. И дальше уже, если повезет, давление не будет падать, то на этом все жалобы заканчиваются. Если все-таки нейротоксический эффект будет выраженный, то это и рвота может быть многократная, и падение давления, и, может быть, и потеря сознания. Поэтому у нас процентов 25-30 пациентов проходит через реанимацию, по теже состояния. Умереть можно от этого? Ну, на самом деле, по времени экспозиции яда, если длительно все-таки есть у пациента хронические заболевания, конечно, высокий риск, как в том же случае и с Альмитинском. То есть ведь у ребенка была достаточно серьезная антилактоидная реакция аллергического шока, и поэтому если бы вовремя до госпитальном этапе скорая, в общем-то, не приехала и не оказала помощь, то мог и летальный сход быть у пациента. Вот в интернете укус змеи вот так вот выглядит, да, по запросу. Мы нашли соответствующую картинку. А я знаю, что вот вас даже кусали, да, Алексей Владимирович? Расскажите про этот опыт. Было ли это вот так, и какие вообще ощущения были в этот момент? Ну, именно так и выглядит укус. Потом начинается очок, то есть такая давящая легкая боль, я не знаю, как это сравнить, наверное, с крупным фурункулом, кто знает, что это такое. Где-то в течение 20-30 минут это проходит, это уже начинается нейротоксическое действие, и любые ощущения исчезают. Ну, вы сразу заметили, вы сразу поняли, что вас укусили? Ну, конечно, поскольку я работаю со змеями, поэтому сразу я вижу. Но на самом деле реакция у змей, если она в такой хорошей форме, где-то в пределах 25-30 градусов, то есть у неё реакция молниеносная, укус незаметен, просто движение не видно, просто чувствуешь, и всё, что произошёл укус. Вот нам в Татарстане кого следует бояться? Все прекрасно знают, что существуют гадюки и ужи. Есть ли кто-то ещё? И как, может быть, их вычислить? Ну, у нас всего 4 вида змей, то есть это обыкновенная степная гадюка, обыкновенный уши, здесь представлены, ещё медянка или серый уши, обыкновенная медянка. Причём все 3 вида, кроме уже обыкновенного, они занесены в Красную книгу Республики Татарстан, то есть охраняются. Соответственно, мы можем опасаться только при неправильном поведении только обыкновенную степную гадюку. Обыкновенная гадюка обитает по всей территории Татарстана, степная только в Спасском районе, единственная точка обитания. Ну, собственно, она, так скажем, для обычных людей разницы нет между степной и обыкновенной гадюкой. Считается, что у обыкновенной гадюки яд более токсичный, то есть по ферментативному составу, там, у степной менее токсичный. Но реакция на яд примерно у человека одна и та же будет при укусе. Каковы наши правила поведения, Алиса, после того, как укусила змея, или мы думаем, что она нас укусила, вот что делать до приезда медиков? Или, например, если вы оказались в том месте, где до врачей не доехать, какую помощь себе оказать? Ну, первично помнить, что если все-таки вы выходите в какие-то парковые лесные зоны, то и одежда должна быть правильной, и поведение должно быть правильное. В принципе, с собой, как мы рекомендуем, должен быть должный объем чистой воды от 1,5 до 2 литров. Это препараты гормонального ряда, не обязательно там торговые номинования какие-то, и антигистаминные препараты. Сейчас очень много вопросов у нас у пациентов, можно ли самим себе вести сыворотку. Антигадючную, на самом деле, мы не рискуем так, и мы вводим ее только тогда, когда у нас есть в больнице, в лечебном учреждении даже не амбулаторная, не поликлиническая, а именно стационарная помощь с возможностью оккупировать тот же анефилактический шок, потому что определенных процентов людей также может дать такую же хорошую аллергическую реакцию, как и укус, на самом деле, гадюки. Ну и стараться иммобилизировать конечность, наложить асептическую повязку, не накладывать жгутов, не накладывать холод, и в ближайшее время уехать именно в стационар. Как обезопасить себя от встречи со змеей? Что делать, если все-таки мы вот с ней встретились? Как себя вести? Как правильно себя вести? Да, потому что я напомню, что мы запускали опрос еще перед началом нашей программы в нашей акциональной группе ВКонтакте, Татарстан24, спрашивали, а как вы поведете себя при встрече со змеей? Просто хочу вам продемонстрировать варианты ответов, и может быть, вы сейчас каждый из них прокомментируете. Отбегу подальше, у нас отвечают 80% респондентов, постараюсь чем-нибудь убрать змею с дороги, 6%, ну и 13% исследователей, они будут рассматривать, это очень интересно. Вы какую из этих стратегий рекомендуете обычным грибникам, дачникам? Все-таки убегаем мы? Ну, все зависит от ситуации, в которой находится человек. Если есть возможность избежать встречи со змеей, то есть обойти ее, то надо делать так. Если есть необходимость человеку находиться в том месте, где сидит змея, допустим, она заползла на дачный участок, то ее можно осторожно длинной палкой просто убрать. Это не раззадорит ее? Ну, ее и раззадорит это, но, как правило, змеи, ну, я бы даже сказал, они трусливые существа, если ее, в общем-то, подталкивать, она постепенно уйдет из того места, которое ей тоже это не нужно. Она будет избегать дальнейшего конфликта, будет стараться скрыться куда-нибудь. Естественно, там, вот, в плане вот дачных участков, где-то на природе, где змеи встречаются, особенно вот в садовых обществах, змеи прячутся там, где есть много, извините, как это назвать, хлама какого-то, мусора, где она может найти убежище, где она может найти корм, каких-то грызунов, которых она уничтожает полностью. Вот, не устраивает таких мест, если необходимо, есть риск какой-то встречи со змеей, то есть в ближайшем лесу, допустим, или около водоема, вы видели змеи, то можно выкасить траву всю полностью. Это отпугнет ее? Ну, даже вот в жаркую погоду поверхность нагревается там до 30 градусов, она уже будет избегать этого места. Как оценивается рассматривание змеи? Исследовательский такой интерес? Ну, есть правило такое, если вы не знаете, что это за змея у герпетологов, то считайте, что она ядовитая. Первое. Если уверен, что она не ядовитая, и вам это интересно, ну, какие-то, я не знаю, исследовательские цели, еще что-то, просто любопытство. Но можно понаблюдать за ней, постоять. Вот вариант с убежать подальше. Смотрите, вот такой у меня вопрос, может быть, он глуповат покажется. Не поползет за нами змея? Нет, не поползет. Ну, прекрасно. Вот если говорить о пугусах змеи более экзотических, да, может быть, которые в домашнем пользу не живут, да, какие случаи вам встречались в практике, чем закончились? Вот мы сегодня привели пример зеленую мамбу и нашего жителя Казани. Есть ли тут какие-то универсальные правила поведения? Кроме того, как не разводить это. Да, ну, на самом деле, это было в 2018 году тот случай. Тогда еще законопроект только был о разведении экзотических не только змей, там и насекомых. И, в общем-то, конечно, это очень высокие риски не только для самого человека, который разводит, но и если это какой-то многоквартирный дом, соседи, это для всех окружающих достаточно большие риски. На тот момент, на самом деле, наверное, в России это был второй случай укуса мамбы. В Петербурге был у наших коллег укус черной мамбы. К сожалению, пациент с летальным исходом, там, в общем-то, не все хорошо закончилось. У нас пациент с зеленой мамбой. Универсальных приемов, скажем так, нет. Ведь там, где встречаются такие экзотические змеи, там есть уже отработанная система ведения в здравоохранение, то есть там есть экстренное оповещение о том, что такая-то змея укусила. Там есть определенный запас сывороток, потому что, в общем-то, без них невозможно достаточно большой. Много видов аспидовых, которые, в общем-то, могут укусить так, что и до летального исхода. Поэтому и ведение таких пациентов немножко другое. Мы не привыкшие, у нас не было такой практики, но мы, не используя сыворотки, мы за счет обменных препаратов, эфферентных методов лечения, того же наложения жгута, потому что тот яд был более нейротоксичный вплоть до блока полностью нейромедиаторных реакций. То есть у пациента было нарушение дыхания, поэтому пациент был нами введен в искусственную кому до того, как биологический яд, в общем-то, более-менее станет утилизирован за счет наших ферментов. Плюс эфферентные методы лечения за счет того, что мы забирали и очищали кровь пациента, пораженного зеленой мамбой, и на четвертые сутки мы только смогли снять себя с дыхательным аппаратом. А вообще в целом реабилитация, она как долго, какое время занималась? Ну, пациент у нас, там еще был очень серьезный кардиотоксический эффект, блок перехода калия или микроэлементов, и здесь очень высокие риски были именно остановки сердца. Плюс у него дотация была всех микроэлементов, в которых у него был дефицит. Реабилитация была достаточно длительная, после реанимации он еще недели-две был на стационарном лечении, 14 дней полных. Далее мы уже наблюдали в течение полугода все анализы, постоянные осмотры, то есть в течение полугода полностью была реабилитация. Но от своего увлечения не отказался, наверное? В итоге отказался. Ага, вот так, очень интересно. Ну, вообще в целом, говоря о правилах поведения, да, в лесу, наверное, надо помнить об одежде, правильно? Правильный. Мы об этом сегодня еще и говорили, но и о том, что, наверное, в первую очередь у нас подвергаются укусам руки и ноги. Правильно? Или что-то еще? Ну, самые элементарные правила поведения, одежда, соответственно, плотная. Потом не надо лезть туда, как говорится, где не чешется. То есть, если вы видите место и вам непонятно, что там находится, не надо туда совать руки, ноги, нужно осматриваться, переходя через какие-то препятствия, надо заглядывать за них. Многие еще советуют палкой периодически землю, да? Ну, есть такой способ, да. Проверять. То тоже можно. Ну, в принципе, если у вас плотная, там, скажем, джинсовая свободная ткань, там, и кроссовки или кеды плотные, то можно спокойно идти. Главное, чтобы не натягивались, не было такого доступа. Одежда обтягивающая, то она может прокусить. А так, в принципе, зубы у змеи, это 3-4 миллиметра, и они достаточно слабые. Ну, тоже, знаете, неприятно. Ну, у нас нет таких змей, которые там, допустим, как герза, которые могут пробивать кирзовый сапог своим зубом. Ну, будем надеяться, что незапланированных встреч у нас со змеями в Татарстанске не случится. Спасибо вам большое за эту интересную, полезную беседу. Это была программа «Актуальные разговоры». Сегодня мы обсуждали наших змей, осторожно, будьте с ними. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин